друзья всем привет с вами снова азат это по-прежнему канал автосправочная буквально на днях сахарщики рассказали о том как изменились цены на запчасти справочниках по осаго я напомню это справочники которые используются для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобиля после дтп как я уже рассказывал в одном из предыдущих видеороликов последняя версия этих справочников заработала совсем недавно 19 октября 2022 года и в этих новых справочниках согласно последним изменениям в методике учитывались уже цены и оригинальных и не оригинальных запчастей причем по тем позициям по которым оригиналы на рынке россии на сегодняшний день недоступны разрешено теперь учитывать цены даже без учета оригиналов то есть только запчастей аналогов при этом если говорить об уровне цен в справочниках от 19 октября 2022 года они остались практически на том же самом уровне как и были в прошлый раз после предыдущего обновления от 19 июня 2022 года при этом в конце октября 2022 года российский союз автостраховщиков рассказал на какие же марки автомобилей сильнее всего в этом году подорожали запчасти в этих справочниках так по информации rsa сильнее всего выросли цены на две марки это honda и volvo на 59 и на 51 процент соответственно на mazda запчасти стали дороже на 49 процентов на land rover на 46 на infiniti на 42 процента bmw и mercedes на 41 suzuki и audi на 38 процентов однако при этом в rsa подчеркивают что рост цен на запчасти этих брендов не оказал как раз таки существенного влияния на стоимость запчастей средних в поле в справочниках осаго потому что суммарная доля автомобилей этих марок на сегодняшний день составляет 12 13 процентов всего при этом если говорить про другие зарубежные бренды то на них рост цен по запчастям составил порядка 30 процентов примеру стоимость средних запчастей на nissan mitsubishi и lexus увеличилась на 33 процента на toyota на 31 процент skoda 30 процентов hyundai и kia на 29 процентов volkswagen на 28 chevrolet на 27 понятное дело меньше всего подорожали запчасти на отечественные бренды так примеру на модели автоваза средние цены на запчасти в этом году выросли всего на 12 процентов как и ожидалось рост цен на детали марок автомобилей которые объявили об уходе из страны оказался весьма существенным однако средний рост стоимости запчастей с начала года составил порядка 30 процентов в основном благодаря значительной доле на российских дорогах автомобилей отечественного производства мы ожидаем что после налаживания параллельного импорта запчастей ряды иностранных производителей цены на них начнут снижаться рассказал исполнительный директор rsa евгений уфимцев таким образом страховщики ожидают что в ближайшее время все-таки должно произойти снижение цен на запчасти это как обычно для автолюбителей имеет как плюсы так и минусы с одной стороны снижение цен на запчасти в справочниках средней цены по осаго влияет на стоимость полиса осаго то есть если цена перестанут них дорожать либо начнут даже снижаться по цене соответственно это не будет оказывать давление на цену в плане ее повышение на полисы осаго с другой стороны эти же цены влияют на размер выплат соответственно если ценники в этих справочниках станут ниже то и размеры выплат после дтп для автовладельцев станут существенно меньше вот такая вот информация а если вам нужно купить полис осаго или восстановить неправильно начисленный коэффициент бонус малус вы можете воспользоваться полезными ссылками в описании под этим видео спасибо что досмотрели его до конца что вы думаете по этому поводу свое мнение мы традиционно можете поделиться в комментариях всем удачи на дорогах и всем пока удачи